Всем привет! С вами Мария и Георгия Короленко, компания Clorarium Plants. Сегодня мы находимся в аптекарском огороде и наконец-то добрались до монтажа террариума, который у нас живет уже год пустой. Вот наконец-то мы дошли. Здесь глянцевая тумба. Это наш первый террариум, который мы делали с распашными дверками такого масштаба. Дверки для ванных, в общем петли тоже сильно для душевых кабин. Они сильно отличаются друг от друга, поэтому вот эти петли одна из достаточно дорогих частей этого террариума. Плюс из апгрейдов здесь первый раз, когда мы пробовали закрывать светильник в короб, который находится наверху. Также здесь есть замочек, чтобы посетители сюда не лазили. Тумбочка из глянца. Пока она одна, надеемся, что когда-нибудь их станет несколько. Открывается она вот так. В общем, в тумбочке, как мы видим, пока пусто. И мы уже начали монтаж. Монтаж, собственно, как мы видим в процессе. Мы уже сделали стенку, хардскип и дренаж. Здесь все сделано, как обычно. То есть сначала мы сделали дренаж. Сначала приклеили сетку, потом мы сделали дренаж, сделали хардскип и запенили это все и покрыли субстратом. Субстрат мы в этот раз использовали не триферн, а некую смесь, которую мы уже несколько раз пробовали. Потому что субстрат на задней стенке, к нему есть определенные требования. Важно, чтобы он был не сильно мокрый и впитывал достаточно влаги так, чтобы растениям хватало, с одной стороны, с другой стороны, чтобы они не гнили. Идеально, конечно, триферн, но триферн не всегда доступен, но он достаточно дорогой. Какое-то время мы пробовали разные варианты смесей типа АБГ на своих домашних террариумах и на мелких. Ну, в общем, пришли к вот этому рецепту. Мы его здесь уже используем тоже не в первый раз. Потом как-нибудь расскажем о нем подробнее. Ну, а тем, что происходит здесь сейчас. Сейчас происходит монтаж света. На данный момент там еще ничего нет. Вот сейчас Гоша занимается очень важной частью. Это приведение в порядок всякой электроники. Светильники мы будем использовать в мини-фермер, квантум-борды. Мы пользуемся им уже больше года. Сейчас я их покажу визуально. Вот они лежат. Кстати говоря, мы их тоже продаем. Мини-фермеры являются нашими партнерами. Вернее, мы их партнерами и продаем по такой же цене, как у них. Так что можете смело покупать и у нас. Мы еще придумали к ним специализированные ножки, которые мы распечатываем в 3D-принтере, чтобы все это красиво стояло. Эти светильники можно объединить между собой тройником. Тройник я. Вот он. Вот таким вот тройником. Похоже покажем, как это делается. И это все будет в одну линейку. Значит, это 5000 кельвинов. Светильники придуманы для гидропоники и для сити-фермерства. Соответственно, они подходят для растений. На данный момент одни из самых универсальных моделей, скажем, по цене-качеству. На Алиэкспрессе тоже есть квантум-борды. И, кстати, очень неплохие. Но они стоят примерно столько же. И сейчас с Алиэкспресс ведут послуги достаточно долго. Плюс еще здесь есть классная фишка в виде того, что, видите, вот это линзы. Они бывают 30 и 60 градусов. Это для того, чтобы изменять угол наклона луча. То есть, грубо говоря, если мы наденем линзы 30 градусов, то у нас будет более сфокусированный луч. А если линзы 60 градусов, то луч будет более расфокусированный. Это делается для того, чтобы использовать в емкостях либо узких, либо очень высоких, либо когда нам надо, чтобы светильник не бил в глаза. Ну, то есть, к примеру, вот смотрите, да. Вот я не знаю, там сколько я, 170 сантиметров. Если мы сейчас вот здесь поставим светильник, вот на этом уровне, то он будет бить мне в глаза. Чтобы этого избежать, собственно, надеваем линзы 30 градусов. У нас здесь доходит больше освещенности, и оно временно меньше режет нам глаз. С другой стороны, если мы наденем сзади тоже линзу 30 градусов, то получится, что у нас на задней стенке меньше света будет хватать. Поэтому обычно мы используем микс 30-60, в зависимости от потребностей данных растений. Еще линейные светильники будут. Вот. Еще вот Гоша там с тумбочки перчатит, что у нас будут еще линейные светильники. Сейчас он там прикрутит, и он поподробнее расскажет. В последнее время мы в тумбочках стараемся делать, чтобы все было идеально, потому что так удобнее работать. Ну и вообще, класс, красивая тумба – это залог успеха для обслуживающего персонала и для хозяина. Вот вы видите, что у нас здесь происходит, да? Я, например, ничего не вижу. Но я так вижу, что... А, это вот подключение проводов как раз идет сейчас к светильникам. Ну давайте посмотрим, что у нас сзади. А что у нас сзади? Сзади у нас драйвера для светильников. Отсюда я вижу, что светильники диммируемые. Вот они. Это диммер. В последнее время мы используем схему света, подключение схемы света, как в аквариумистике. То есть мы не включаем свет на полную, если есть такая возможность. Даем 2-3 недели растениям привыкнуть. И потом потихонечку просим клиентов поднимать освещенность выше. Примерно до 100%. Ну и плюс, в зависимости от растений, там получается кто-то меньше, кто-то больше выкручивает. Ну, в общем, свет очень яркий. Хотя некоторые сорта не оригели, типа красных всяких, они под чехирцами лучше, кстати, окрашиваются. Но всякие полосатые лучше под этим. Пока Гоша ныряет в тумбочку, с нему, как обычно, происходит у нас оформление. То есть мы приезжаем, раскладываем пленку. Но здесь пленки нет. Вот такая куча мусора. Это тоже типичное зрелище. Мы вот притаскиваем с собой оборудование. То есть мы уже примерно знаем, что нам понадобится. И каждый раз возим с собой кучу инструментов. Шуруповерты, дрели для того, чтобы просверливать отверстия в тумбочке. Вот мы видим в коробочке подписанные линзы, удлинители, система опрыскивания, в данном случае будет в меусмене. Электромагнитный клапан я вон вижу. Даже не один. Всякие уголки, клей для приклеивания тиланси, шланг для системы опрыскивания, задноточная коробочка. Давайте посмотрим, что там. Мне даже интересно. Блок питания для электромагнитного клапана, тройники, железная вата необходимая вещь. Если вы не хотите поцарапать стекло, оттереть силикон, какие-нибудь остатки пены, железная вата незаменимая вещь. Таймеры. Здесь мы видим секундные электронные таймеры, минутные и механические. У минутных шаг 15 минут, у секундных, соответственно, шаг секунды, его можно настроить на любой день недели, обычно до 8 опрыскиваний. Ножки. Ножки – это вот такая штука, она печатана на 3D-принтере. Сюда вкручивается болт с одной стороны, и все это прикручивается к светильнику. Инструменты. Ну, куда же без маркера, ножа, ножниц различных. Это штука для снимания обертки с проводов. Ножницы по металлу, Т-образные скребки различные формы. Это у нас рулетка, стяжки тоже, всякие болтики, шайбы, люксметр и всякие сверла. Здесь вот у нас лежат линейные светильники. В этот раз мы будем пробовать норовый короб на них, потому что все это не влагозащищенный свет. Вот он, видите, такие штуки. Да, я уже поняла, что это что-то другое. В общем, Гоша сейчас вылезет, он расскажет. Я думала, что у них есть что-то такой короб, который на них сверху убивается. Это, видимо, что-то типа линз. Ящик с растениями. Старые фильтры, которые здесь, наверное, помнят еще Unitex. Куда же без нашего желтого малыша? Что вам еще пока рассказать? Давайте немножко расскажу о галерее, как у нее дела. Много дела у нее лучше, чем раньше, но тоже еще не идеально. Связано это с тем, что у нас уже очень большая нагрузка, и мы сюда приезжаем примерно раз в месяц, раз в неделю сюда ездит наш сотрудник. Но у него, видимо, своя точка зрения на красоту, немножко отличающаяся от нашей, но мы его все равно очень любим. Так, я извиняюсь, там в кадре еда, но мы тоже люди, мы едим. Вот это парящие острова. Только что их пропололи. Здесь сейчас разгули синие-зеленых водорослей. Я насыпала эритромицина. Будем надеяться, что его отсюда не смахнут сразу же. Здесь случился какой-то коллапс месяц. С полтора назад издохли все наши любимые коридоры. То есть эштеровы, кроме одного. Причем в одночасье нам отсюда звонили наши друзья, которыми им приходили, вылавливали этих самов. В общем, что произошло, мы не знаем. Есть подозрение, что кто-то их покормил. Это террариум с бронзовками. Тоже он уже пострижен. Здесь сумасшедшая скорость роста сельдинеллы. Мы уже меняли грунт здесь не один раз, поэтому цикл завершен. Личинки выводятся. Может быть, не так много. Но жуки есть. Вон, видите, на задней стенке они в основном сидят. Сейчас они уже спать легли. Там кусочек банана валяется. Это их еда. И, собственно, очень мне нравится эта работа. Красивый. Это ужасный полидариум, который мы с вами не будем смотреть. Это ужасный аквариум, который мы с вами не будем смотреть. Мы сейчас находимся в процессе ожидания тумб. Потому что ту тумбочку, которая под этим террариумом мы сделали, собственно, за свой счет. Но это как-то накладно для нас. И мы как бы не готовы сейчас больше прокладываться. Такая тумбочка, конечно, не очень дешевая. Вот еще, видите, тут надо будет сейчас обдирать обшивку от нее, ну, клеенку. Да, пошла я вовремя, когда свет выключился. Давайте включим свет. Если дотянемся. Надо отодвигать террариумы. Ладно, тогда я не буду отодвигать террариумы. Но здесь, в общем, все хорошо. За исключением одной разбитой крышки. Вот. Это аквариум, который, я помню, еще в гораздо более лучшем состоянии. Это террариум Натальи. Наш не очень удачный проект на ЭпиВебе. С тех пор прошло много времени, мы совсем поменяли технологию. Так. Ну, собственно, это террариум, ой, аквариум с цихолидами. Они тоже уже спят. Здесь тоже все хорошо, только надо их и надо расподстричь, чем я, наверное, сейчас и займусь. Недавно здесь было выпалывание вот этого адиантума. Его было здесь огромное количество. Вот так вот он весь вот здесь все заполонил. Кучу просто мы его выдернули. Так жалко было. Ну, а здесь тоже все норм. Вот этот шикарный. Сейчас попробуем сфокусироваться. Вот. Он великолепен. Ну, тут когда-то была Рикардия, но она очень медленно ее заместила обычным хом. В общем, здесь вот микросорум растет. Сальвиния или Ахарис на дне. В общем, он такой, знаете, совершенно несложный. Вот этот красавчик, ему уже очень много лет. Мы его привезли еще из дома. Мы его делали дома. Он какой-то вообще древнючий. Тут еще, видите, даже банка старая. Мы переделывали в первый раз канатерариумы здесь. Это еще вот Дейнерле, кубы, в которых были аквариумы, в которых основана галерея. Он здесь остался последний. Нет, нет, последний. Вот здесь тоже все хорошо. Ну, он такой как бы обычненький, хорошенький, зелененький. Вот этот я очень люблю, но сейчас я тут балансовала, поэтому здесь надо сделать вот так. Это кочка. Настоящая болотная кочка. Он классный. Периодически здесь вот этот Ахарис просто забревается на лысо. Здесь становится немножко лысо, но все восстанавливается достаточно быстро. Вот этот был очень красивый террариум, но его подсушили. Здесь была огромная плантация с Эльгинелой Крауса Мини. Но сейчас он уже почти пришел в норму, но, конечно, еще ему пару месяцев надо. Ну и наш нынешний бич, это вот этот. Вот, собственно, в нем проблема в том, что здесь, в этом деревянном ящике нет дна, поэтому сгнила тумбочка. Ну и мы сейчас, как бы, надеемся, что нам эту тумбочку все-таки переделают. Ну или придется самим ее делать, не знаю, чем он закончится. Но скоро это все рухнет, и, в общем, это не одна тумба в аварийном состоянии. И сейчас мы в очень большом раздумье, хотим ли мы делать еще открытые композиции. Что-то мы так устали, это стрижка. Что-то, честно говоря, такое, как бы, состояние, в общем, непонятное. Потому что столько дел, мы все время работаем ночами. И конца края этому не видно. Ну, слава богу, конечно, но... Вопрос с делегированием оказался сложным. Честно скажем. Так, а знаете, куда мы идем? Ну, мы идем попробоваться, наверное, до сих пор на одной из наших самых сильных работ. Тут тоже периодически случаются до сих пор коллапсы. Но с тех пор стало все намного лучше, как мы в последний раз при ней снимали. Единственное, здесь есть сейчас проблема. Не проблема, вернее, нам не очень повезло. Сейчас ничего не цветет. Только собирается, и совершенно, видите, у меня телефон сходит с ума от этого освещения. Ну, вот, мы здесь месяца-полтора уже немножко удобряем, потому что весь мох выцвел. Было несколько попыток у нас подселения пигмии сюда. Ну, россианок пигмии. Они даже тут вот-вот есть. Я точно знаю, что две недели назад они собирались цвести, но вот нас здесь не было в это время. Надеялась, что увижу цветение, но нету. Вот здесь вот они тоже как-то себя не очень чувствуют. Вот, а так, в общем, все хорошо. Жирянки вообще дубовые растения. Вот махоловки тоже еще такие придурковатые. С ними не очень просто. Вот, срацени, которые вечно поражены червецом, это просто какой-то и тлей. Хищники очень любят болеть тлей. У нас какой-то был год знакомства с ними. Ну, скажем, для меня это было глубокое знакомство. Я пыталась разведить некоторые виды гоши до опыта побольше. Это камень с жирянками. Мечта повторить его. Кстати, это несложно. У нас в студии, в магазине есть флорариум, сделанный на основе банки дула, где просто засыпана лава. Я резала мок, как обычно в нашей схеме. Выращивала его. И, в общем, там же вот так вот живут жирянки. Очень хорошо смотрится. Вообще беспроблемная банка. Все, что надо наливать осмоса. И периодически немножко удобрять, чтобы мок не быть звел. Вот, здесь прекрасные болота. Какой-то адовый просто микс всего подряд, на самом деле. Регатный водяной орех. Немножко голодные и выгоревшие от этого растения. Бешеный непентес. Кстати, подозреваю, что ему тоже вообще ничего не надо. Так вот по воспоминанию. Потому что это был, наверное, как и у многих, самое первое хищное растение, которое у нас появилось еще до основания этой компании. Но вот с нами, с ними есть некие проблемы у нас. Это укоренение. Так бы давно бы уже развели. Ну, что-то с корнеобразованием какие-то недостатки. Вот это вот трикулярия лонгефолия. Я не помню, откуда она взялась. Кто-то из подписчиков подарил. Ею посадила сюда. Да, я точно помню, что это было 2 или 3 года назад. И она здесь, видите, уже разрослась просто каким-то сумасшедшим ковром. И она здесь всегда цветет. Очень жаль, что мы сейчас попали на время, когда она отцвела. А это кислица. Кстати, какая-то интересная тоже сортовая кислица. Мы тут недавно тоже собирали их в коллекцию. Такого у нас, кстати, и нету. Это какая-то типа варегатная-неварегатная. Вот. Ну, здесь немножко обезумевшаяся легенела от света, мимоза пудика и прекрасная тьма вокруг и тишина. Вы себе не представляете, какой это кайф. Вот. Ну, я наснимала на 12 минут. Для нас это подвиг. Пойду попробую вытащить Гошу из тумбочки, чтобы он вам рассказал про свет. Так, ну что, мы включили свет. Значит, что у нас тут стоит. У нас стоит 5 квантум-бордов линзованных. Спереди 30 градусов, в зале 60 градусов. Светильник бикалорный. Это красный-синий. Он нужен для более сильного окрашивания нерегелей. Вот. И более быстрого окрашивания. У нас здесь будут несколько редких коллекционных видов. Вот. И чтобы они были во всей красе, желательно такой спектр добавлять. Вот. И сзади линейный светильничек со спектром такой же, как у квантум-бордов. Это 660 нанометров красненькие. И 5000 люк, кельвинов, самсунговские диоды. Диммером мы сейчас выкрутили практически на минимум освещение. Ну, что у нас получается. В самой нижней точке. Вот 16 тысяч люкс. Это минимум. Наверху сейчас. 50 тысяч люкс. Теперь давайте на максимум это все крутанем. Посмотрим, что получится. 48 тысяч люкс внизу. Сотка. Ааа, чума. 135 наверху. Ну, то есть это... Вы, говорит, нафиг. Ну, почему? Это как в хорошей солнечной дне, в тропиках, в общем. Кормить придется много. Вот там у нас диммеры. Там у нас удлинитель, таймеры уже. Вот. И уже сзади повешены все блоки питания. Сейчас продолжим монтаж. Что у нас дальше? Система опрыскивания. Прошло энное количество часов. Искончился рулон салфеток. И мы, наконец-то, установили систему опрыскивания. Система тут непростая. Тут мы видим два ряда форсунок. И, соответственно, тут есть возможность запускать два вида опрыскивания. Первый это... Сейчас включу. Это слабое давление, напрямую от осмоса работает, мелкий моросящий дождь. Второй вариант это... А вот второй вариант. Это сильный полив от... Соответственно, от насоса МИУСа. Это можно запускать двумя независимыми таймерами. То есть, допустим, один раз в день сильный полив там... И там несколько раз в день моросящий дождик делать. Также можно с помощью краника переключать переднюю и заднюю линию форсунок и включать вообще отдельно. Вот отдельно, допустим, задняя линия это моросящий дождь. Вот отдельно передняя линия это сильный. Ну или наоборот, менять местами. Также в дальнейшем есть идея сделать автоматическую подачу удобрений на одной из линий форсунок. Да, две линии форсунок здесь тоже не просто так. Последнее время мы начали замечать, что при таком освещении мощном верхний край очень сильно выгорает. И чтобы была возможность у растений доползти вот до этой части, безболезненно, надо, чтобы все-таки там была повышенная влажность и повышенное количество удобрений. Но в первую очередь влажность. Поэтому эти форсунки решают проблему со слепыми зонами сверху. То есть дополнительно дают нам возможность зарастить углы. Так что вот так. Сейчас мы будем задвигать его уже на место. И, собственно, наверное, уже будем заниматься засыпкой грунта и сажать. Засыпали грунт. Здесь мы использовали Абегалайт. Но вообще в последнее время больше всего им пользуемся. В общем, он себя очень хорошо показывает. Это наш собственный грунт. Ну, скажем, не то, чтобы это наша разработка. Это громко звучит. В общем-то, это тот же Абегамикс, но только без триферна. Единственное, что пропорции там не такие же, как в Абегамиксе. Они другие. Мы их выбирали опытным путем. Этим грунтом мы пользуемся уже примерно два года. В общем, он молодец. Сейчас Гоша включил здесь дождик, чтобы все это промокало. И сейчас мы начнем сажать. Что у нас есть на посадку? Ну, у нас на самом деле не так много растений. Мы планировали, что здесь будет небольшой ассортимент видов. Но зато они все будут крупные, редкие и красивые. К примеру, здесь очень много неригелей редких сортовых, которые мы покупали из Новой Зеландии. Эндриде Вальшире и Марграве и Элько, как примеру. Здесь различные орхидеи. Огромные орфидофоры редкие. Ну, они уже не относительно нередкие, но тем не менее. Фикусы. Ну, то есть такие вещи крупнолистные. Посадим, покажем. Обычно перед началом посадки растений мы делаем вот так. Мы берем и пихаем горшки примерно, чтобы понимать, что, куда и зачем. Ну, то есть, что примерно вырисовалось в ситуации. Всегда растения берем немножко с запасом. Раньше мы брали по 2-3 ящика. Но сейчас приноровились. Видите, у нас из наземного пока не влезло 2. Но и то, скорее всего, одно из них мы заберем. Что у нас здесь по растениям выходит? Ну, во-первых, фикус виллоза. Видите, какой у него лист? Это классный крупнолистный фикус. И макушка у него, ну, правда, здесь такие экземпляры. Мы их выдирали с сбоем из ранжереи, поэтому они немножко покоцаны. У него макушка розовая. Лист всегда остается бахромчатый. Чуть крупнее, чем он есть сейчас. Прекрасно живет в террариуме. Достаточно быстро. Не очень хорошо укореняется. Но, в общем, несложное растение. Сейчас мы с ним приноровились справляться. И еще он хорошо живет в домашних условиях. Если ему сделать тотем или доску, он будет прекрасно на него смотреться, распластываться и присасываться. Потом саланом ульяном, наш любимый, которому мы издевались 3 года. Сейчас мы его назвали Red. Кто-то его зовет Purple. Ну, в общем, это красная форма. У нас есть еще зеленая, которая периодически пытается стать полукрасной. В общем, мы до сих пор не знаем, одно и то же это растение или нет. Но так получилось, что у нас их как бы два. Потом Potos. Это какой-то неизвестный Potos, взятый из какого-то ботсада. Из ГБС. Да, наверное, из ГБС. Чем хороши Potos? Они тоже, видите, вот так вот растут, присасываясь. Расхвастывая листики очень красивые. Но они крайне сложны в укоренении. Практически невозможно у многих видов Potos укоренить срезанный черенок. Мы привозили их из Таиланда несколько раз. Ну, как бы и покупали, и сами привозили. В общем, не очень они живут. Дальше здесь у нас новый вид фикуса. Фикус полован. Или половак, если им забываю. Это полуостров называется. Смотри, а на корней даже нормальных не дала. Да, это наша маргравия, с которой мы мучаемся. Вредистория, которую, наверное, уже все знают. Но вдруг кто-то не знает. На годовщину свадьбы я решила нам подарить мелких маргравий. И купила по 5000 черенок. Три или четыре вида мелких. Они к нам ехали очень долго. Приехали без единого корня. Размером 5 см. И неправда были мелкие. Ну, вот в общем, в итоге оказалось, что это маргравия мелан. Маргравия убилатый, маргравий или кока. Я зря был. Еще зря был, да. В общем, да. Два вида, получается, вообще не мелкие. Один мелкий. Но остальные мы, честно говоря, не откачали. Может быть, это было то же самое. Илькока очень красивая маргравия. У нее взрослый лист, как вы видите, кофейного цвета. С легким налетом. А он бархатный, самое главное. Да, он как бархатный. Но она тоже сложна в укоренении. И это вот фактически наш маточник. Вы видите, в каком он состоянии, конечно. Вот. Это тоже наша боль. Это не эпизорус аватус. Вообще, в природе это не эпифит, а литофит. То есть, он живет на камнях. Но вообще, мы его уже выращиваем. Его уже несколько раз убивали. Он воскрешался. Вставал из мертвых. Кричал, что я феникс. Потом его снова убивали. Ну и в общем, в итоге было принято решение, мы сейчас оставили часть куста в оранжерее размножаться. А часть куста привезли сюда. Здесь его невозможно разградить. Настолько он замученный. Но тем не менее, надеюсь, что он вырастет. И очень красивый папоротник. Он уже не очень редкий, но медленно растущий. Это пирозия из Пеперу. Сейчас. У нее длинные вот такие мохнатые корневища. И длинные, и достаточно относительно крупные для пирозии листья. Вернее, для пирозии это относительно мелкие. Но, в общем, для наших вариантов они уже достаточно крупные. Бархатные листья. И ей нужно посушить. То есть, она прям вот влагу-влагу не любит. Красивая, но ее надо, когда она прижившаяся, фотографировать и видеть. Тогда она красивая. Вот сейчас она, конечно, не беспорядочно выглядит. Это хумата гетерофила. Интересный папоротник. У него два типа листьев. Ну, как у многих папоротников. Вот это у нас вая обычная, а это вая спороносная. Тоже он не очень быстрый, не очень простой, капризный. Поэтому мы от греха подальше еще здесь решили посадить. Что дальше? У нас здесь... Дальше рафидафоры. Забыли мы криптанту. Но у нас здесь будут рафидафоры картонсию. Вот мы ее тоже... Взяли же вроде, нет? Нет, я еще не нашла. Ну, он отдельно досадил потом в следующий раз. Не нашла что-то. Вроде ставили. Вот. И вот эта непонятная штука. Мы тут с Гошей даже голову поломали. Но это, скорее всего, какая-то рафидафора. Возможно, целотокаулекс. Но у нас она тоже есть. Она так не выглядит. Но рафидафора очень сильно меняется внешний вид в зависимости от того, прикреплены они или нет. Поэтому пока не знаем. Что-то неопределенное, но, скорее всего, рафидафора. Вот. Это у нас уже, на самом деле, коллекция из Сценирил. У нас их видов пять или шесть. Вот не поверите, да? Но в продаже всего еще один. Это наш бич, боль. И мы не понимаем этого. Но, в общем, так случилось. Вот мы уже с Гошей психанули. Поскольку увидели, что один вид в очередной раз потеряли. Не знаю, в чем проблема. У Сценирил есть проблемы с приживаемостью. Они иногда приживают ничего, иногда плохо. Вот, к примеру, вот этот вид, он очень дубовый. Я бы сказала, наверное, самый дубовый из всех видов, которые у нас есть. Он мега выносливый, хорошо черенкуется. Ничего не видно, потому что очень ярко. Вот. Мы его тащили с Таиланда, но оказалось, что в России он уже был. Вот, в общем, он уже практически есть в продаже. И он достаточно благодарный. А вот этот вид... Сейчас как подлезть. Вот этот вид. Он, наверное, один из самых сложных. Сложность заключается в чем? Она растет, растет, растет. Все ей хорошо. А через час ты можешь прийти, а она дохлая. Ну, то есть вот прям вот так. Ну, методом опытного тыка было вычислено, что она точно начинает подыхать после цветения. Вот, что ей очень плохо после этого. Цветы теперь мы удаляем. Она адски не переносит, не долив. Ну, и как все сенериалы, ей не нужно яркое освещение. Ее надо очень вовремя стричь. То есть ее черенковать надо постоянно, иначе она, видимо, у нее что-то сил не хватает. Она как-то сразу начинает жухнуть и дохнуть. Дальше. Маргравия синтенниси. Ну, это известное растение. Маргравия ателианы. Одни из тех растений, которые имеют разные формы, что взрослых листьев, что детских. Да еще и растение меняется с возрастом. Крупная красная макушка. Длинный вытянутый лист. Очень простая. Присасывается к стене. В общем, ничего с ней сложного нет. Это микросорум сиаменс. Причем именно та форма, которая имеет круглый голубоватый лист. Сейчас это не видно, как известно, редизация. Это все-таки зависит очень сильно от освещения, от условий содержания. Но вот так, если покрутить, видно. Он тоже гипермедленный. На самом деле мы его выращиваем сейчас из спор. Так вот, можете себе представить. Спором уже два с половиной года они только сейчас дают более-менее приличные, нормальные, взрослые ваи. Ну, то есть, не с парафитом какой-то, а именно ваи. Это очень... Гаметафит, смысл. Гаметафит, да. Я извиняюсь, ребят, я... Когда-то изучала ботанику, конечно, но поскольку у меня после короны плохо с головой, да и до этого было, я путаюсь. Ну, в общем, короче, очень долго все происходит. Вот. И для того, чтобы вы понимали, обычные наши ссорные папоротни, которые с тут на форари, они могут за два месяца выдать тебе 33 куста и 33 листа. Вот. Сейчас я еще один покажу. Вот он. Наш друг с каким-то перцем. Это микросором Таиландикум. Видите, у него вытянутый лист. Он, кстати, тоже очень медленно размножается из спор. Но мы его тоже посадили, тоже он как-то не быстро это делает. Вот. У него тоже длинный вытянутый лист. Поэтому это к тому, когда он пишет, что, боже, почему у вас папоротник стоит 2000 рублей. Вот поэтому, ребят, вырастите, заколебитесь. Можно поставьте и выше на продажу. Вы еще два года удержите эти споры. Поэтому проще, конечно, делением куста размножать. Это мы, конечно, слишком заморочились. Но медленно она растает. Скорость роста у него очень низка. Что этого, что этого. Поэтому, в общем-то, цена на рынке на них не падает. Вот. Теперь вернемся, наверное, смотрите, как мы сажаем. У растений есть корень. Корень запихивается вниз. Утрировано, ну, примерно так это и есть. Закрепляем мы на палочке. Я их не вижу. Ну, в общем, вот на такое пока. Потом они держатся сами. Значит, это засланный казачок. Это микрограмма тектонана. Наверху микрограмма гетерофила. И еще очень медленный полиподиум. Но он не крупный. Это полиподиум фармазаном. Красивый. Мега красивый. Лист вот этот взрослый практически. В общем, вот так. Сейчас дойдем на нейрегелий. Снимем дальше. Сейчас процесс посадки нейрегелий. Берем нейрегелию. Надеваем на палку. Ну, вообще, сейчас мы ее обложим с фармом. Мы затянем стяжкой. Это самый лучший способ крепления. Вот здесь уже такая есть. Вот. Вот стяжки. Это, кстати, природный вид. Или гибрид. Я уж не помню. Ну, короче, это одна из самых желтых. Это не тотечный природный природный. По-моему, тоже природный. Вот. Одна из самых желтых, так же, как и тиберейный. И вот видите, сейчас Гоша затянул кольцо. И под него положат свагнум. Но старайтесь так, чтобы, конечно, на нее прям целиком не вело бесконечно. Потому что так может сгнить. Но зато это вариант спрятать стяжку. И еще не эрегелистые лужи, чтобы не касались вообще никак ни задней стенки, ни грунта. Потому что иначе обесцветится. Мы закончили. Вот так у нас получилось. Не очень типичный для нас здесь салат. Здесь очень много всего. Но вроде бы неплохо, в общем и целом. Мы довольны. Довольны, что мы наконец-то закончили. Довольны, что посадили сюда много редких вещей. И, в общем, довольны, что эта работа наконец-то состоялась. Теперь осталось дождаться новых тумбочек. Или новой тумбочки. И сделать следующее. Ну что ж, ребята, до новых встреч. Пишите в комментариях, понравилась ли вам работа. Причем еще снимать ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok